Приветствую всех из Одессы. Сегодня 15 ноября 2023 года. Чтобы морской коридор работал, работал без перебоев, нужны хорошие системы противовоздушной обороны и программы страхования. Морской украинский коридор работает, и сегодня про него прошло уже более 100 суден. Однако не так давно в иностранный корабль, который шел в порт Одессы, в порт Южного, если быть точнее, попала российская ракета. И это сразу обнажило ряд проблем, которые надо решать, если мы хотим, чтобы этот коридор работал и развивался. По мнению Андрея Клименко, руководителя мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, нам надо прикрывать коридор и порты системами ПВО. Еще одна очень важная задача, наконец, запустить в работу механизмы страхования судов. В госбюджете 2023 года на эти цели было выделено 20 миллиардов гривен. Это практически 547 тысяч долларов. Но эти средства так и не были использованы. А уже в госбюджете 2024 года размер фонда страхования кораблей был сокращен в 10 раз. То есть государственная система страхования так и не заработала. Хотя именно от нее зависит, насколько успешной будет работа этого коридора.